Я расскажу о устойчивости электронов для вращающейся неподвижной частицы в поле Максвеллах. Это, в общем, новые результаты работы, которые есть в публикации. Но поскольку она немного сырая, там вкраны с опечаткой несколько договоренностей, я их прямо устраню по туде. Пожалуйста. Она описывает неподвижную частицу с вращением в поле Максвеллах. Вот написано, это система 1.4. Значит, там едет, ибо это электрическомагнитные поля, значит, уравнение Максвелла с током в правой части. Значит, ну, обычные условия, что, значит, дивергенция электрического поля, это плотный сонят, дивергенция магнитного поля равна в углу. И, значит, система, которая описывает преволюцию угловой скорости вращения частицы. Большой квадрат, я вот уже и Омега, и Омега, и Омега, и Омега, и Омега, и Омега с точкой уже тогда вот равно, что написано, вы нечтый. Вот, я проключаю, начиняю. Вот, дальше. Значит, народ, регулярность можно пока не смотреть. Находность заряд, и, главное, вы понимаете, что она сферически симметрична. Вот, ну, это важно, потому что салитоны есть только в сферически симметричном случае. Вот, кроме того, вот это и в сферически симметричном случае вот такая скалярная лечена, а если бы она была сферически симметрична, это была бы матрица, где там оксирпейцы жидкие гибрируются, ну, и было бы там матрица умножалась в четвертом уравнении. Вот, а в сферически симметричном случае все упрощается. Тем не менее, вот эта система все-таки требует некоторых комментариев. Вот, откуда взялась нечетность электрического поля, а четкость магнитного поля. Вот, на секунду предположим, что частица не только вращается, но и движется. Значит, она движется, там ее позиция фуатэ, тогда мы напишем ток с движением и вращением ток вот такой, омега, х-у, дальше все это надо скрутить магнитным полем, добавить электрическое, взять интегралс. А уравнение? Ну, это уравнение? Конечно, это уравнение ловится. Эта сила Лоренца, она равна, а вот с двумя точками, ну, с учетом того, что масса единицы. Значит, если частица стоит на месте, то куда же действие на равно 0 должно удовлетворять это уравнение? Ну, давайте подставим, значит, тогда 0, вот, вот, интеграл Е, плюс, тут ничего нет, значит, обедено на Х, на Б, и вот тут воды, вот и все. Ну, понятно, что для присвоенных полей это то же, что не обязанно, да, не обязанно выполняться, а если Е нечетное, а Б четное, то как раз все выполняется. Вот это первый момент. Второй момент, а почему мы можем быть уверены, что есть решение с нечетным Е и с четным Б? Вот это очень красивое рассуждение, значит, я не знаю, кто его впервые придумал, я его знаю от своего соавтора, профессора Шконы из Мюнхенского технического университета. А вы думаете, как шиво? Дело в том, что система вот эта устроена так, система уложится, что если Е от ХТ и Б от ХТ решение, то, следовательно, минус Е от минус ХТ и просто Б от минус ХТ тоже решение. Это просто легко проверить числым уровнем. Ну и тогда, если, например, равно нуленький выражение совпадает, то потеряем единственность и при всех это тоже самое совпадает. Получается, что поле Е остается всегда нечетным, а поле Б остается черным. Вот два комментария. Ну, дальше надо динамику построить. Динамика строится, это стандартный результат. Единственное, что мы будем дальше работать с главным моментом, который тут записан. Ну, поскольку там Х, то есть, про синерги все равно, там, это вот такие вот, и это, и это, и это вот то, что было ранее. Уже там, по-моему, это интеграл ХТ и вот ХТ и ХТ, там, с 2 трети, ки-центр. Значит, поскольку мы будем не только с энергией работать, а с угловым моментом, чистое Л2 недостаточно, значит, надо вес добавить. То есть будем работать в весовых пространствах. Значит, динамика строится в этих весовых пространствах, она существует. Ну, и тогда, значит, есть дополнительный результат, что угловая скорость всегда останется по модулю меньше единицы, энергия сохраняется, и угловой момент тоже сохраняется. Ну, а замечание есть еще полный момент для такой системы. Ну, вот из-за этих условий четности-нечетности он здесь просто трилявлен и равен нулю. Все можно дальше. Да, значит, ну и дальше эта система, вот ввиду своей сферической симметричности, допускает солитонные решения стационарные, где поля АТ не зависят, угловая скорость постоянно. Ну, если это все подставить в систему, в исходную, то получится система стационарных уравнений. Вот, она легко решается в преобразовании курьер, и вот, получается, если вы вычислить, то поля АТ так вычисляется. Вот, ну, тут вот есть тайник-бедовоенности, про который я сказал. Дело в том, что если мы посмотрим на эти формулы для солитонов, если никаких условий на руне добавить, то они не попадают в весовое пространство, потому что вот тут, например, это хорошо видно. Вот, смотрите, если мы возвращаемся назад кексан, что получается? Фуриер на К квадрат назад кексан, это сверстка с Кулановским потенциалом. Он убывает только как единица на Х. К это градиент по Х, значит, получается убывание на Х квадрат. Квадрат возводим, единица на Х четвертый, на модуль Х добавляем, единица на Х третий. Маловатый, то есть, в предсказательности. Вот, поэтому надо какое-то дополнительное условие наложить. Ну, как самое простое условие, это взять первый момент равенную дуру. А это курьер, если тогда это рот, ну, да, равенную дуру. Вот, ну, можно вот такое условие наложить, тогда уже все, сходимость, тогда уже солитоны попадают в нужное листовое пространство. Вот, дальше, теперь можно посчитать угловой момент конкретно для солитоны. Ну, я не буду там, это все явно вычисляется, поскольку есть явные формулы. Важно, что вот это отображение, которое солитону с угловой скоростью омега ставит в соответствии угловой момент, оно непрерывное. Значит, обратное, оно обратимое. И обратное отображение тоже непрерывное. Вот, значит, вот тут тоже есть некая недоговоренность. На самом деле, результат более сильный. Если все это считать, то это будет просто пропорционально омега. Там будет и плюс что-то. Что-то это будет интеграл, в который входят иксы, ро и... Нет, нет, я имею в виду, что интеграл не знак определенный, поэтому случайно может оказаться, что и плюс этот интеграл равно нулю. Ну, тогда малым шевелением, значит, мы не берем, и все получится. Значит, как надо принято говорить, для дженерик, дженерик, добро это все светло. Ну, и теперь, значит, первая теорема заключается в том, что если мы рассмотрим подпространство с постоянным угловым моментом, который равен угловому моменту фиксированному солитону, то сам солитон на этом подпространстве оказывается минимумом губерном. Вот, значит, теорема сформулирована, причем оценка снизу квадратичная. Правда, значит, хитрость заключается в том, поскольку мы работаем с угловым моментом... Мояк, там можешь работать уже. Можно? Да, да, да. Значит, если мы берем энергию от просто состояния, то она всегда больше либрованная энергия целитора, причем оценка снизу квадратичная. Вот, и хитрость тут тоже только заключается в том, что поскольку всегда у нас вот это дык вмешивается, то для произвольного класса оценки не получается, а надо взять класс воспущений, для которых вот такое неравенство не порушилось. Вот, тогда, значит, все получается. Ну, если это нарисовать, то, значит, вот у нас есть лист, где угловой фиксированент постоянен, вот здесь энергия, вот в солитоне будет точка минимум в квадратичном образом. Вот, ну и вот из этой оценки, из этой оценки следует теорема об орбитальной устойчивости солитонов относительно этого класса возмущений. Ну, я знаю, там пишут Е и В. Это вот как раз возмущение. Е маленький, В маленький, это то, что к солитончику добавляют. Устойчивость для солитонов, для этого класса возмущений, ну и понятно, поскольку мы работали с энергией, которая мы тут можем, к сожалению, только в этого оценить. И вот эту как раз теорему я хотел бы просто нарисовать. Значит, дело в том, что все технические сложности по вычислению отодвигаются у предыдущих теоремок. Там действительно надо много считать, чтобы все получилось. А вот эта теорема, она идейно очень простая и понятная. Я просто сейчас нарисую ее доказательства. Ну и на этом закончу. Ну, чуть-чуть предыстория. Значит, первое это соображение, это работа Бамбузи и Гальгани конца 70-х годов. Там Максвелл Лоренц без вращения, не релятивисты, и они это называют модель Паури Фирца. Значит, потом Комич и Шпон, конец 90-х годов, не волнового уровня, там релятивисты уже частицы. Наша работа с Комичем Маузером для Максвелла Лоренца без вращения, релятивистского, вот уже там до начала 2000-х годов. Ну, а вот вращающаяся частица долго не поддавалась. Вот сейчас такая теорема получилась, но как она доказывается, то можно просто нарисовать. Вот зафиксируем солитон с параметром Омега угловой скорости. У него есть какой-то угловой момент, от Омега. Теперь берем близкие начальные данные. Если начальные данные близкие, значит угловой момент тоже близкий. Вот, значит, примерно такой же. Дальше, вот есть лист, где постоянный угловой момент. Значит, поскольку отображение угловая скорость в момент обратима, значит, есть солитон с каким-то же моментом. И вот поскольку оно непрерывно, то он недалек вот от этого своего. Раз моменты близкие, то вот эти солитоны тоже близкие. Ну, здесь как-то параметром В. Дальше есть H. И здесь минимум. Значит, вот функция так устроена. Теперь мы начинаем решение с этими начальными условиями. То есть закон сохранения энергии выполняется, закон сохранения монеты выполняется. Значит, решение, во-первых, бегает по этому листу, а во-вторых, по линию уровня трекулцы. Значит, оно здесь не будет. Значит, решение всегда недалеко от этого солитона, а этот солитон недалеко от этого солитона. Значит, получается, что все решение всегда бегает на трекулат исходного солитона. Ну, это и есть андокративная встреча. Все, на этом я закончил. Результат.